Михаил Васильевич Нестеров Михаил Васильевич Нестеров занимает особое место в истории Серебряного века. Живописные поиски мастера шли в русле национально-романтического направления, отечественного символизма и стиля модерн. В произведении художника отразились важнейшие черты русского характера и природы России. Своим содержанием и глубиной искусство Нестерова созвучно религиозным исканиям русских писателей и философов рубежа 19-20 столетий. И позднее, в жестких идеологических рамках 20-х и начала 40-х годов, своим творчеством художник продолжал утверждать гуманистические идеалы. Михаил Васильевич Нестеров Еще двое детей родились после Михаила. Однако из 12 детей в живых остались только Михаил и его сестра. Остальные умерли в наденчестве. Дед художника Иван Андреевич происходил из крепостных крестьян и некогда принадлежал заводчикам Демидовым. Засмекалку Иван Андреевич вместе с родителями получил в господ вольную. Окончил уральскую семинарию, что по тем временам было редкостью для крестьян. Но занялся торговлей очень успешно. Сын его, Василий Иванович, отец будущего художника, тоже успешно продолжил дело отца. А Михаил, единственный наследник, не имел никакой склонности к торговле. Тогда Василий Иванович постепенно стал сокращать свои торговые обороты, а затем и вовсе их прекратил. Отцу Михаил до конца жизни остался благодарен за то, что тот пустил его по избранной и излюбленной дороге и дал средства на образование. Поддержка матери, Марии Михайловны, была иной. О ней он писал в своих воспоминаниях так. Мне казалось, да и теперь кажется, что никто и никогда так не слушал меня и не понимал моих юношеских молодых мечтаний, опасений, планов, как она. Хотя не образована, но такая чуткая, жившая в соцелом мной и во мне, моя матушка. Лица родителей Нестерев запечатлел в начале 1880-х годов на своих еще ученических портретах, хранящихся теперь в Третьковской галерее. До 9-летнего возраста Михаил рос и воспитывался дома, а в 10 лет поступил учиться в Уфимскую гимназию. Однако никакой тяги к классическому образованию у мальчика не было. Ему очень плохо давалась математика, и у него полностью отсутствовали способности к изучению иностранных языков. Он очень любил закон Божий и уроки рисования. Гимназический учитель рисования и распознал в Шавалимом мальчики будущего художника. 12-летнего Мишу родители отправили в Московское реальное училище, где проявилось его увлечение рисованием, настолько сильное, что не укрылось и от преподавателей. Посетивший училище известный в свое время жанровый живописец Константин Александрович Трутовский увидел рисунки юноши и произнес свой приговор. Нестерову следует готовить себя к профессиональным занятиям живописью. Михаилу купили масляные краски и научили ими писать. В 1876 году, в 14-летнем возрасте, Михаил поступает в Московское училище живописи вояне-изучества. Первыми наставниками начинающего художника стали Сорокин, Рянишников. Особое влияние на становление Нестерова как художника оказал любимый им преподаватель Перов. В училище была практика проводить выставки работ учеников. В них принимали участие и юный Нестеров с интересными жанровыми работами, бытовой тематикой. Биография Михаила Васильевича Нестерова, художника, позже принятого в Товарищество передвижников, началась с таких картин, как «В снежки», «Домашний арест», «Экзамен в сельской школе», «В ожидании поезда», «Жертвоприятелей». Сегодня они выставляются в Третьяковской галерее. Художник понял, что жизнь в Москве способна засосать его, как болото. И к чести Михаила Васильевича следует сказать, что он никогда не боялся плыть против течения. Он писал, «В природе моей, как и у множества и множества русских людей, живет страсть плыть против течения». В 1881 году Михаил Нестеров отправился в Петербург и поступил в Академию художеств. В Петербурге Нестеров с увеличением копировал картину Ван Дейка «Неверия Фомы», которая экспонировалась в императорском элементаже, и учился искусству живовести у старых мастеров. В Академии было правило, прежде чем писать программную картину на соискание золотой медали, необходимо было выполнить копию картины одного из великих мастеров. Копию Нестеров сделал неплохую, но пока ему не удалось найти свой путь в искусстве. И через год, разочаровавшись, возвращается в Москву, надеясь продолжить обучение у любимого педагога Перова. Но застал художника тяжело больным и едва успел закончить портрет умирающего наставника. В 1882 году Нестеров вновь студент училища живописи «Баяния из отчества», но на этот раз его учителя Алексей Кондратьевич Саврасов, позже Владимир Егорович Маковский. Спустя два года, в 1884 году, художник зарабатывает первые деньги, иллюстрируя издания, в том числе сборники сказок Пушкина, произведения Гоголя и Достоевского. В это же время увлекается исторической тематикой до Петровской эпохи. В этом амплуа он получил известность за работу призвания Михаила Федоровича Романова на царство. Квалифицирован как свободный художник. А в 1886 году Нестеров получил большую серебряную медаль. На конкурс выставлялась картина «До государя Челобитчики». И теперь Нестеров – классный художник третьей степени. Когда отец отпускал Мишу учиться, предупредил сына, что признают в нем художника только тогда, когда его картину приобретет для своей галереи Павел Михайлович Третьяков. Это произошло в 1889 году, когда Третьяков купил у Нестерова картину «Пустынник». Спустя год для галереи была приобретена картина «Ведение отроку в Арфламею». Так Михаил Васильевич состоялся для своей семьи в качестве художника. Но до этого, еще будучи студентом училища живописи, леном 1883 года, приехав в родную Уфу на каникулы, Михаил познакомился с Марией Мартыновской. Вот воспоминания о его первой встрече. «О ней. Лицо цветущее, румяное, загорелое, глаза небольшие, карие, не то насмешливые, не то шаловливые, нос небольшой, губы полные, но около них складка какая-то скорбная, даже тогда, когда лицо очень оживлено улыбкой, особенно наивной, доверчиво-простодушной. «Какое милое, неотразимое лицо!» – говорил я себе, не имея сил отойти от незнакомки. Молодость и чувство привели к тому, что через год Мария и Михаил стали женихом и невестой, а в 1885 году молодые обвенчались, хотя родители были против. Молодые Нестервы были счастливы, Михаил много работал, любовь окрыляла его и вдохновляла. В мае 1886 года родилась дочь Ольга, но вскоре Мария скончалась от родильной горячки. От отчаяния Михаила спасала необходимость заботиться о малышке, он отвез ее к своим родителям в Уфо, пока не подрастет, а сам вернулся в Москву. Надо было работать. Как встреча с Марией вдохновила художника на усердное занятие рисованием, так ее смерть подвигла его на создание череды женских образов, поэтически печальных и удивительно похожих на безвременно ушедшую супругу. Образ Марии можно увидеть на картинах Нестерова, в том числе в его религиозных работах. Искусствоведы считают, что в росписях Вадимирского собора в Киеве многие женские лики Нестеров писал со своей жены. В картинах с изображением девушек и женщин с чуткой, одинокой душой, полной внутренней красоты и страдания Нестеров впервые отобразил неброскую красоту среднерусской природы. Этот уникальный тип пейзажа получил потом название Нестеровского. Личная трагедия дала мощный импульс развитию таланта живописца, самобытность которого проявилась в первой большой работе, той самой, которую купил Третьяков для своей галереи. Картина «Пустынник» стала экспонатом передвижной выставки и принесла автору славу. Картина была задумана еще летом в 1883 году в Сергиевом Посаде и завершена в 1889 году в Уфе. В ней уже зазвучала тема одиночества, пустынножития, то есть жизни человека вдали от мирской суеты, гармонии с природой, во имя нравственного очищения души и обретения духовной стойкости и ясного смысла жизни. Осматривая выставку перед открытием, Павел Третьяков был восхищен этой нестерской работой и поэтому приобрел ее для своей галереи. Вырученные за пустынника деньги позволили художнику впервые отправиться в Европу. Музеи, архитектура и природа ошеломили молодого живописца. Он готовился к поездке заранее, спрашивал побывавших в Европе, купил толковый словарь. В своих воспоминаниях Нестеров писал, «Между тем наступил и день отъезда. Сначала в Москву, а оттуда через Вену в Венецию. Помню, отслужили молебен. Благословили меня мои старики и бодро отпустили в чужие края. Что они пережили, эти уфимские купцы, отпуская меня без языка одного? Трудно сказать, но отпускали они меня храбро. Только просили почаще писать. Я им писал часто и обо всем. Еще. Не имея вообще способности к иностранным языкам, я все же охотнее дерзал говорить по-немецки. Как говорить, уж дело другое. Позже, вспоминая свое упоение от виденного, он удивлялся, как сердце не разорвалось от восторгов, от сладкого томления. К этому периоду относится также первая зарисовка будущей картины «Видение отроку в Арфоломею», сохранившаяся в альбоме набросков острова Капри. Знаменательно, что чем ближе к концу альбома, тем более русские темы вытесняют итальянские зарисовки. Прославила художника. Картина «Видение отроку в Арфоломею», созданная на сюжет, взятый из литературного жития преподобного Сергия, авторства Епифания Премудрого. Образ Сергия Радонежского был для Нестерова воплощением нравственного идеала. О картине. Однажды отец послал в Арфоломею, будущего святого Сергия Радонежского, за лошадьми в поле. По дороге мальчик встретил посланного богом ангела в иноческом образе. Старец стоял под дубом среди поля и молился. В Арфоломею дождался окончания молитвы и обратился к старту с поклоном за благословением. Тот благословил отрока, поцеловал и спросил, чего он желает. В Арфоломею ответил, что хочет научиться читать, что и исполнилось. Старец достал сосуд, который вы видите в его руках на картине, и дар В Арфоломею частицу просфоры со словами «Возьми чадо и съешь». Это дается тебе в знамение благодати Божьей и для разумения святого Писания. В зрелые свои годы Нестеров любил повторять «Жить буду не я, жить будет отрок в Арфоломею. Вот если через 30, через 50 лет после моей смерти он еще будет что-то говорить людям, значит он живой, значит жив и я». В 1890 году картина «Ведение отрока в Арфоломею» экспонировалась на 18-й передвижной выставке в Петербурге и вызвала яростные споры в художественной среде. Ее купил еще до встречи Павел Михайлович Третьяков до своей галереи, и это стало безоговорочным триумфом Нестерова. «Ведение отрока» – первая картина из цикла работ, посвященных Сергию Радонежскому. Продолжая описание «Житья Сергия» в «Миру во Фоломея», Нестеров пошел по пути рассказа, повествования. За более чем 50 лет творческой работы Нестеров создал 15 больших произведений, посвященных его излюбленному герою. «Юность преподобная Сергия», «Триптих труды преподобного Сергия», «Преподобный Сергий», «Прощание преподобного Сергия» с князем Дмитрием Донским, эскизы. Последняя картина так и не была полностью написана художником, осталась только в эскизах. В 1897 году картины из Сергиева цикла были преподнесены художникам в дар Третьяковской галереи. Михаил Васильевич любил читать. Из романов Мельникова-Печерского он близко узнал уклад жизни русских старообрядцев. Под впечатлением создал большой цикл пронзительных картин, в которых могучая и молчаливая природа сливается въедино с мудростью и страданием человека, обозначая общую безысходность. «Великий постриг». Картина, как и многие другие работы художника, имела автобиографическую основу. На ней изображена юная девушка с глубокой печалью на лице, идущая на постриг в сопровождении монахинь из затерявшегося в лесной глуши старообрядческого скита. Некоторые пытались толковать смысл картины как апологию женского иночества, как поэтическо узаконенное женское страдание. Однако это не так. Главная тема картины – «Реквием по несбывшемуся счастью». Полотно встретило теплый прием публики. За картину «Великий постриг» Нестерову присвоено звание «Академик живописи». Работал Михаил Васильевич Нестеров и в храмах. Он получил всеобщее признание в качестве непревзойденного мастера по написанию монументальных фресок на религиозные сюжеты. В 1890 году в Киеве под художественным руководством Виктора Михайловича Васнецова велись живописные работы по росписи только что построенного Владимирского собора. Председателем комиссии по сооружению и художественному оформлению собора был Адриан Викторович Прахов, профессор Киевского университета, известный историк искусства и археолог. Нестеров получил предложение Прахова принять участие в работах по написанию образов для собора. Это предложение коренным образом изменило его жизнь и судьбу. Михаил Васильевич принял предложение и переехал на жительство в Киев. Дочь профессора Елена, которой близкие друзья называли Лёлей, девушка худощавая, не слишком красивая, но остроумная и обаятельная, сразу отнеслась к художнику, как к старому знакомому. Нестеров был увлечён Лёлей и намеревался связать с ней свою судьбу. С неё он писал образ святой Варвары для храма святого Владимира. Но по настоянию киевских дам, возглавляемых графиней Софией Сергеевной Игнатьевой, голову святой Варвары пришлось переписать. Не могли же прихожане молиться на Лёлю Прахову. Это была единственная уступка за все годы работы художника. Несколькими годами позже, в 1898 году, великий князь Георгий Александрович именно Нестерову получил расписать церковь Александра Невского в Бастумане, на Кавказе, в 70 верстах от Боржоми. Михаил Васильевич приступил к этой работе в 1899 году, а закончил только в 1904. Вдохствующая императрица Мария Фёдоровна в годы пребывания великого князя Георгия Александровича в Бастумане часто приезжала туда летом с детьми. Впоследствии роспись храмов, работа бок о бок с искусственными мастерами, в частности с Виктором Васнецовым, принесла Нестерову лавры профессионала и множество заказов. С Михаилом Васильевичем расплатились необыкновенно щедро. Мастер получил за многолетнюю работу 100 тысяч рублей. Это был исключительно выгодный для него коммерческий проект. Цены на произведение кисти Нестерова постоянно росли, достигнув своего апогея к концу 1916 года, когда маленький этюд легко уходил за 300-400 рублей, эскиз стоил 700-800. Времена, когда хорошего Нестерова можно было иметь всего-навсего за 50-75 рублей, давно отошли в область предания. Если фресками, созданными в Киеве и в Абастумане, художник был не вполне доволен, то работой в Марфо-Мариинской обители в Москве Нестеров увлекся серьезно. Сооружение церкви велось по обету и на средству великой княгини Елизаветы Федоровны, родной сестры последней русской императори. К работе Михаил Васильевич подошел творчески, внося новшества, кроме святых и посвященных героям фресок были изображены простые люди в поисках пути ко спасению. Многие подготовительные этюды художник написал еще в Италии, на Капри. Отсюда импрессионическая многоцветность, преобладание синих и лиловых оттенков. Для церковных росписей это было необычно. Сегодня его работу относят к лучшим образцам русской религиозной живописи начала 20 века. Символика растений в росписях имеет стройную систему. Белая лилия – символ чистоты в руках Архангела Гавриила, в композиции «Благовещение» на алтарных столпах. Рядом с фигурой Марии написан каштан – символ воздержания. На нимбах Архангела и Марии – фиалки – символ девственности. Эти эскизы хранятся в Третьяковской галерее. В общей сложности художник расписывал церкви более 22 лет своей жизни. Был в творчестве Нестерова и «Русский север». Задумав изучать православную жизнь север России, он в 1901 году по примеру многих художников того периода отправляется в Архангельскую губернию, точнее в Словецкий монастырь на одноимённом острове суровые места на Белом море. Здесь родились великолепные полотна – «Тихая жизнь», «Молчание», «Мечтатели» и другие. Но на этом перечень его произведений с Словецким мотивом не заканчивается. Они ещё долго звучали в его картинах. Чтобы подвести итог циклу, Нестеров задумал грандиозное полотно «Святая Русь» и закончил его только в 1906 году. Оно вызвало горячие споры критиков, художников и писателей, искусствоведов и просто неравнодушных людей. Всё было в нём прекрасно и одухотворено. Пейзаж, фигуры героев и их лица. Но русская критика сошлась в недопустимом изображении между образами спасителя и странниками, олицетворяющими народ России. Художественное исполнение было на высоте, но решение живописца относительно образа Христа сочли неудачным. И лишь на склоне лет Нестеров согласился с этим выводом. Октябрьская революция стала своего рода рубежом для художника, которому к этому времени исполнилось 55 лет. С началом Гражданской войны семья Нестеровых была вынуждена уехать на Кавказ. В 1918 году художник переехал в Армавир. Там заболел и в течение долгого времени не был в состоянии работать. В Москву вернулся только в 1920 году. Одной из последних важнейших предреволюционных работ Нестерова было полотно «Душа народа» в 1915-16 годы. Первоначальное название «Христиане» на Руси, в котором должны были воплотиться раздумья автора о судьбе Родины и русского народа. Вот как охарактеризовал он идею этой картины. У каждого свои пути к Богу, свое понимание Его, свой подход к Нему. Но все идут к Нему тому же самому. Одни только спеша, другие мешкая. Одни впереди, другие позади. Одни радостно, не сомневаясь, другие серьезные, умствуя. На картине изображен собирательный образ русского народа, идущие вдоль берега Волги шествия, ищущих Бога и правды людей, объединенных одним устремлением представителей всех сословий общества от древнейших времен и до современности, в том числе исторические персонажи и знаменитые современники Нестерова. Далеко впереди этой разнообразной толпы вступает крестьянский мальчик лет двенадцати, написанный Нестером сына Алеши. По замыслу автора совершеннейшее выражение души народа. Именно он оказывается смыслом и центром картины, не больно наводя зрителя на евангельские слова. «Если не будете как дети, не войдете в Царство Божие». Михаил Нестеров считал душу народа одним из наиболее значимых своих произведений и неоднократно повторял «В начале жизни отрок в Варфоломеи к концу душа народа». Но надо сказать о частной жизни Нестерова. Ему около тридцати. После смерти супруги Михаил Васильевич долго не женился. В период с 1898 по 1902 год он жил с Юлией Урусман, которая была младше художника на 15 лет и родила ему троих детей. Расстался он с ней из-за Екатерины Васильевой, на которой женился в 1902 году. Она также родила Нестерову троих детей. Одна девочка умерла еще младенцем. И о дочи и Ольге от первого брака он всегда заботился. Она училась в лучших заведениях. На портрете, известном как «Амазонка», изображена именно дочь. В посреди в сонное время Нестеров все чаще обращается в своем творчестве к портрету. В 90-е годы, в начале 20-го века, портрет почти не встречается как отдельный жанр среди его работ. Он существовал для него исключительно как этюд будущей картины. Первым произведением в новом жанре, которым художник остался по-настоящему довольный, был портрет его жены Екатерины Петровны Нестеровой, написанный в киевской квартире в 1905 году. За ним последовали другие портреты близких и дорогих ему людей, преимущественно женщин, чем-то напоминавших героинь его романов в картинах. Михаил Нестеров и Катерина Васильева прожили в счастливом браке 40 лет, вырастив двоих детей. Жена пережила мужа на 13 лет. Со временем художник понял, что поиск христианской истины не в части у советской власти главная для нее революционная борьба. Затем начались гонения на церковь и священнослужителей, но Нестеров не изменял себе, лишь научился быть более осторожным. К примеру, на написанной в 1933 году Страстной Седмицы указал год создания картины 14-й, в то время, как советские искусствоведы валили художника за переосмысление творчества, отказ от религиозной тематики. На картине Страстная Седмица в образе православного священника изображен отец Леонид. Этюды портретов отца Леонида, привлекшего Нестерова своей тонкой душевной организацией, выразительной внешностью, будущим картинам странники, путник, пророк. Отец Леонид был осужден по 58-й статье на три года и провел их в Каргопольской ссылке. Возвращаясь из нее, он останавливался на квартире Нестеровых в Москве. Необходимо было обладать большой смелостью и человечностью, чтобы приютить у себя на ночь священника. Вероятно, отношения Нестерова и отца Леонида выходили за рамки реалий того времени и стояли выше опасений, хотя и не безосновательных. Ведь известно, что в 1938 году Нестеров был арестован и провел две недели в Бутырской тюрьме, а зять художника Виктор Шеттер был арестован и расстрелян. Отправлена в ссылку и дочь, которая вернулась из нее уже инвалидом. На долю отца Леонида и Нестеров выпала общая для представителей интеллигенции и духовенства тяжелая участь потенциальных врагов народа. Однако взаимное глубокое уважение и добрые человеческие отношения ценились и ставились выше собственной безопасности. При советской власти на полотна художника пришел самый цвет нации, ее гордость. Это были выдающиеся деятели в самых разных областях. Гений физиологии Иван Павлов, коллега и товарищ Виктор Михайлович Воснецов, мастер моментальной скульптуры Вера Мухина и многие другие. Художник не раз подчеркивал, что пишет только хороших и симпатичных ему людей. Поэтому любой портрет из обширной плеяды знаменитостей Кисти Нестерова не обезличенное или праздное изображение, а демонстрирующее характер портретируемого, яркая и прочувствованная работа мастера. В 1941 была присуждена Сталинская премия за портрет академика Павлова, который был написан еще в 1935 году. Есть у художника и автопортреты, графики и живописи, их около десятка. На заказ художник портреты не писал, дорожа независимостью и руководствовался только собственными желаниями и решениями. Нестеров жил в эпоху исторических потрясений, выпавших на долю его горячу любимой России, без которой он себя не мыслил. Задело гроза их художника, его семью. Как уже было замечено, он был сам арестован в 1938 году. Был обвинен в шпионаже и расстрелян его зять, муж Ольги, Виктор Шреттер. Сама Ольга была сослана в Джамбул, откуда вернулась началом войны инвалидом. Прощальной картиной художника стала «Осень в деревне», написанная в 1942 году в тревожное и полуголодное военное время. Пушкинские стихи звали старого и больного живописца к Мольберту любимой работе, а сирена о фашистском налете в бомбоубежище. Писал художник и воспоминания, ведь в богатые на события жизнью ему встречалось так много замечательных известных людей. Книга «Давние дни» была издана в начале 1942 года, имела большой успех и была переиздана уже в 1986 году. Художника не стало 18 октября 1942 года. Причиной смерти был инсульт. Похоронен он на Новодевичьем кладбище в Москве в Москве. Около 300 произведений из 24 музеев России, Украины, Белоруссии и 10 частных коллекций демонстрируют широкий диапазон художественных интересов Нестерова. Это картины на региозные темы, портреты, пейзажи. Подробнее познакомиться с творчеством художника вы можете, прочитав книги и статьи о нем, которые вам доступны в Центральной городской библиотеке имени Ломоносова. Спасибо.